Новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Концерт воема мира в Армении. Заявление Национального собрания Республики Западная Армения. Нет ни одного субъекта, который подписал Карский и Московский договор. Эти договоры – выдумка. 43-й день блокады в Арцахе. Деревня Хац. Знакомимся с Западной Арменией. Чапахджуж. Под руководством Алиева азербайджанцы хотят подвергнуть геноциду армянский народ. Заместитель директора Ле Фидаро. Армянский театр в Турисе примет зрителей в новом здании. Дамы и господа, уважаемые друзья, в качестве благодарности парламентариям и избранным представителям, оказавшим содействие Армении, мы планируем организовать концерт и пригласить на совместную работу. В мероприятии состоится в присутствии и под председательством члена парламента Франции Анн Лоранс Петель, председателя групп дружбы Франции и Армении в Сенате, сенатора Жигберна Люка Девиназа. Концерт организован тремя спонсорами, которых мы будем рады приветствовать. Анн Лоранс Петель, член парламента Брижит Девеса, сенатор Изабел Кольери, советник 92-го департамента. Просим вас принять участие в благотворительном концерте в среду 1 февраля в 8 часов вечера. Концерт продлится 1 час 15 минут. В мероприятии примет участие бывший посол Франции в Республике Армении господин Генри Кюни. В рамках концерта, дань уважения Шарля Знавура, выступят хоры Сипана Комитаса и Арно Хэтчеряна. Две общие культуры. Диана Саакян-Фортопиано, Люсине Левоновна-Сопрано, Иристо Русян-Арфа, Владимир Короян-Дудук, Ануш Дон-Абедян-Кеманча, Амни Варданян-Канон. Художники преподнесут свои работы бесплатно. Предлагаем сделать бесплатное символическое пожертвование. В знак благодарности мы будем рады принять вас на концерте в качестве приглашенного. Приглашены 150 человек. Регистрация Жан-Мишель Симонян. Председатель Национального собрания Республики Западная Армения поздравляет 103-й годовщины независимости Республики Западная Армения. Я убеждена, что на всей территории Западной Армении будут восстановлены и утверждены наши права без исключения. Национальное собрание Западной Армении выражает свои совлалезнования всеми родным и всему армянскому народу в связи погибших в результате пожара в войской части 15 военнослужащих. Во время очередного заседания Национальным собранием минутой молчания почтили память погибших солдат. Желаем скорейшего выздоровления трем военнослужащим, пострадавших от пожара, находящихся в больнице. В Московском суде состоялось очередное заседание искового заявления по вопросам законности, действительности и правовочности Московского российского турецкого договора о дружбе и братстве от 16 марта 1921 года. Это второй этап судебного разбирательства, начавшегося год назад. Иск подготовил российский армянский адвокат, председатель Ассоциации армяно-российских юристов АрмРОС Рубян Киракусян. Киракусян отметил, что уже более 100 лет именно эти договоры являются правовой основой текущей конфигурации границ в регионе Южного Кавказа. Остальные документы, которые были подписаны позже, только подтвердили правовой фактор, который был установлен этими договорами. Советский Союз время от времени подписывал с Турецкой Республикой протоколы, подтверждающие текущие границы, но с 1991 года СССР прекратил свое существование. Следовательно, с Турцией границ нет. То есть нельзя сказать, что есть договор, который регулирует отношения между этими двумя государствами. Более того, прекратили свое существование и подпишавшие этот договор стороны. Сегодня нет ни Армянской ССР, ни Грузинской ССР, ни Азербайджанской ССР. Также нет высокого собрания Турции, нет и СССР. Не существует ни одного субъекта, который подписал эти договоры, сказал Киракосян. Добавив, что московские и карские договоры – выдумка. Адвокат также подчеркнул, это и есть главная причина, по которой Турция и Азербайджан спешат провести демаркационные работы. Правовое решение границ региона, по словам Киракосяна, предлагает только орбитажное решение Вудра Вильсона. Но даже Армения не обращается к этому решению, в то время как именно этим решением определяются границы. Судебного решения пока нет, только после того, как представят письменно, станет ясно, что делать, сообщил Киракосян. В результате блокады Арцаха со стороны Азербайджана община Хац Мартунинского района Республики Арцах столкнула с рядом проблем. Об этом в беседе с корреспондентом Арцах Пресс сообщил мэр Сила Хацый Сантур Саркасян. В магазинах нет товара, у нас серьезные проблемы с бензином и дизельным топливом. В последние дни мы лишились природного газа, в результате чего стало практически невозможно пользоваться транспортным средством. Параллельно со всем этим враг открывает огонь по сельчанам, осуществляющим осенние пассивные работы. По этой причине на данный момент по всей территории общины приостановлены сельхохозяйственные работы, добавил Саркасян. По его словам, спрос на зелень в определенной степени удовлетворяет своевременно установленные в селе теплицы. Это также источник дохода для нескольких семей, но тем самым преодолеть гуманитарный кризис сложно. Глава общины утверждает, что несмотря на создавшуюся в Арцахе тяжелую ситуацию, мирная жизнь и созидание на родной земле является целью и желанием жителей. Всех нас больше беспокоит безопасность нашей страны и окончательное урегулирование вопроса, добавил Саркасян. Западная Армения выражает свою поддержку уроженцам Арцаха, оказавшимся в блокаде, оккупирующим Азербайджаном. Ведутся всевозможные работы по разблокированию. Надеемся, что скоро дорога, связывающая Арцах с Горисом, откроется. Населенный пункт Чапахджур в Западной Армении ранее известен как Чаралджур Чапах. В древности назывался Катарич. Турки переименовали его Бенгель. Чапахджур был назван из-за наличия многочисленных ручейков. Чапахджур, как и сотни других населенных пунктов в Западной Армении, в разное время считался по-разному. Селом, поселком, крепостью или городом-крепостью. Расположен в долине Арацаны к востоку от поселка Балу. В XI веке упоминается как епархический поселок, входивший во власть Торник Мамиконяна. Период турецкого владычества был центром одноименной провинции, которую до 1829 года входило в губернию Дярбекир с дальнейшим Багеш-Бетлис. Сейчас называется Бенгель, считается центром одноименной провинции. Исторических сведений о Чапахджур, дошедшей до нас, мало. В 40-е годы XIII века его захватили монголы, в начале XVI века – турки, османы. До Первой мировой войны и геноцида, осуществленного против армян, большую часть населения Чапахджур составляли армяне, которые в основном занимались ремеслами и торговлей. В Чапахджур была гимназия и церковь. Под руководством Алиева азербайджанцы хотят подвергнуть геноциду армянский народ. Его веру – идентичность. Как передает Армян Пресс, об этом заявил заместитель директора французского журнала «Ли Фигаро» Жан Кристоф Бюссон в своем микроблогере в Твиттер. Азербайджанцы не уважают ни живых, ни мертвых. Вчера в Нахичеване, сегодня в Арцахе, завтра в Армении. Под руководством Алиева есть только одна цель – подвергнуть геноциду армянский народ, веру, историю, наследие и идентичность. Замдиректор «Ли Фигаро» добавил к записи видео, на которое азербайджанские военные ломают крест над армянским памятником. Государственный армянский драматический театр имени Петроса Адамяна в Тбилиси в мае или сентябре примет зрителей в новом здании. Художественный руководитель театра Армен Баян-Дурян в беседе с Дженевс сообщил, ремонтные работы по врунтной отделке уже начались. Актерский состав начал репетицию, труппа вернулась домой. Готовимся к открытию, премьера планируется в мае или в сентябре. Пока ведутся ремонтные работы, мы сыграли новогодние спектакли «Пкемо», «Карт Ли», готовимся представить зрителям в Ахалцихе детский спектакль. Были в Армении, в марте собираемся участвовать в театральном фестивале в Индии. Отметим, что государственному армянскому драматическому театру имени Петроса Адамяна 167 лет. Он был основан в 1856 году. В нынешнем здании в Алабабаре театр начал функционировать с 1936 года. 1 мая 1921 года труппа получила статус государственного театра. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok